Видновская школа номер два благотворительностью занималась всегда. На базе учреждения работает отряд волонтеров «Открытые сердца». Поэтому, когда поступило предложение принять участие в акции «Доброе дело», ученики долго не думали и начали сбор гуманитарной помощи. Люди на Донбассе, родители, дети и старики оказались в очень тяжелой ситуации. И это, конечно же, важно, потому что им нужно помогать. Вторая школа бьет показатели по количеству собранной гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Отсюда нуждающимся отправилось более двух с половиной тонн различных товаров. Народ откликнулся, очень тепло, очень открыто. Подписали книги для детей Донбасса, вложили какие-то дети от души, даже писали маленькие записки «Держитесь, мы с вами». Даже раскраски разукрасили, подписали. То есть, действительно, все было от чистого сердца. Видновская вторая школа – одна из самых больших в округе. Поэтому неудивительно, что объем гуманитарной помощи здесь такой внушительный. Традиционно средства личной гигиены – крупа, консервы, много питьевой воды. Многие еще скинулись деньги, и мы решили закупить масло подсолнечное, потому что сейчас в дефиците сахар, мука. Любая помощь важна. Поэтому, независимо от того, сколько, в каких количествах кто что пожертвовал, все равно это принесет пользу кому-то. Погрузкой собранной гуманитарной помощи занимались сами школьники. Вызвались ученики 10 класса. Процесс непростой и трудозатратный, но при хорошей организации оказался даже увлекательным. Коробок много, было тяжело, но детям Донбасса намного тяжелее, я уверен. И то, что мы сделали, это меньше. Что можете? Да, что могли бы сделать. Благотворительная акция «Доброе дело» в Ленинском городском округе стартовала на прошлой неделе. Одна за одной школы подключаются к сбору гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.